Всем привет! Доброе утро! У меня оно, как всегда, начинается с измерения давления. Сейчас буду мерить, пить чай. Вот мои две таблеточки, точнее два вида таблеточек. Магнелис, В6 и Канифрон. Ручка лежит, буду сейчас записывать свой дневник, давление. Вот у нас на улице шумят, уже работники делают площадку. Мы сходили с Анюткой ко мне на работу, какой-то документ надо было подписать. Зашли в магазин, в стрекозу, купили Анютке тени, она выпросила. Что? Я хочу и даже идти утром к маме. Вот, детские тени. Сейчас идем домой, будем отдыхать. И потом Анютку должны забрать погулять, бабушке с дедушкой. Что, Аня? Что, Ана? Когда будем спать, я буду гадать. Нет, ты будешь просто коробочку держать, с собой ее возьмешь в кроватку. Не хочет она ее отпускать, нам уже спать надо ложиться. И одно, что краситься надо, я купила овощей. Анютка несет, уже подходим к дому, жара такая. Я, в общем, тут решила, пока Анютки нет дома, пока она гуляет с мамой, поклеить вот эту пленочку, остатки, опять же, уже показывала вам ее, на стеклянный наш столик, который в большой комнате стоит. Надо все равно куда-то эту пленку девать. И стекло это очень, в общем, проблемное. У меня часто дочка на этом столике кушает. И мы с мужем тоже чай пьем. В общем, очень он быстро пачкается. И любой отпечаток пальцев, крошки, все это очень сильно видно на вот таком чисто прозрачном стекле. Поэтому я решила попробовать его так заматировать немножко, чтобы менее заметно было все это. Тем более у нас на дверях такая же пленка здесь, в большой комнате. Поэтому как бы в одном стиле, чтобы было. В общем, сейчас я буду обезжиривать поверхность вот этим средством. Все очищать, защищать, чтобы была идеальная поверхность без всяких пылинок. И потом покажу вам результат, если вообще что-то получится. Он никак не выезжает больше. Ага, смотрим, стоим на стройку. Не успела я доклеить до нюткиного прихода столик. Она уже поспала. В общем, я здесь делала перерыв, пока она спала. И сейчас мы будем кушать, да? Будем смотреть, как дяденьки строят нам площадку и кушать. Кушаем гороховую кашу и мяско запеченное. Курочку без соли. Выглядит, конечно, не очень, но на самом деле вкусно, да? Вкусно? В общем, смотрим на стройку и кушаем. Так быстрее дело пойдет, чем просто сидеть за столом. Так интереснее, да, кушать? Да. Угу. И вот результат. Закончила я уже параллельно, играя с нюткой в прятки. В общем, так вот у меня получилось. Я на той стороне сделала пленку. То есть я ее вниз перевернула, потому что здесь бывает горячее ставим. Я боюсь, что она расплавится. Она поэтому будет внизу, а сверху просто стекло. Вот. Не знаю, как вам, скажите. Если что, я ее оторву. В принципе, для разнообразия, мне кажется, неплохо. Вот. Сейчас надо полить цветочки. Кстати, спасибо за советы, девчонки, по поводу цветочков. Смотрите, я с потифилом поставила в тенек. И он, у него много появилось зеленых листиков свежих, ярких. Раньше он был вот весь вот такой вот бледный. Что, Анютка? Я хочу тебе помогать поливать. Ты все слышишь, что ли? Да. Она у меня сидит на горшке. В темноте в туалете закрылась. Ладно? Хорошо. Я накормила мужа. Он благополучно уже ушел на тренировку по футболу опять. И мама моя забрала Анютку погулять. Так что у меня появилось опять немножечко свободного времени. И я сейчас пойду в магазин за продуктами. Он у нас буквально во дворе находится. Кстати, вот эта блузка. Если кто-то давно меня смотрит, может быть, помните. Я заказывала ее на Алиэкспресс года 4, наверное, назад. Смотрите, она до сих пор в идеальном состоянии. Вот как я ее заказала, вот она так и выглядит до сих пор. И на живот мне налазит. Я и первую беременность в ней тоже ходила под конец. И сейчас. Вот черные штанишки и балеточки сейчас одену. А, кстати, еще вчера сделала маникюр себе. Блин, не видно. Не буду уже фокусировать отдельно. В общем, гель-лак сделала с Алиэкспресс. Тут серебристые. Сейчас, ладно, сфокусирую. Вот так выглядят ноготочки. Тут полосочки, камушек, белый лак, серебристые. Но это, кстати, просто прозрачные. И блески я насыпала отдельно. И тут просто два розовых. Кстати, у меня, по-моему, вот на этой руке. Странно, но на левой, на правой руке у меня получается лучше, чем на правой. Ногти короткие. Беременность ходила без маникюра. А тут, видимо, готовлюсь ко встрече с малышом. И привожу себя в порядок. В общем, я пошла в магазин. Сходила я в магазин. Подхожу домой уже. Люблю, кстати, ходить в магазины одна. Можно спокойно походить, полупирать. Никогда не торопиться. Сейчас приду домой и покажу, что купила. Ещё, кстати, у меня жёстко стал глючит телефон. Так что я вовремя решила его поменять. Ну что, приступим. Я знаю, что многие любят продуктовые покупки. Купила Анютке вот такой вот йогурт Тёма. Любит она его. Он был по акции. Поэтому взяла. Луковицу всего лишь одну купила. Хочу завтра пожарить картошки. Поэтому, в общем, не стала много набирать. Потом у родителей попрошу лук. Карточку опять дали. Ну тут, как всегда, корм кошачий. Если честно, в основном-то из-за него шла в магазин. Потому что у кота закончилась еда. Без неё он жить не может. Тоже по акции более шоколадки взяла. Вот такие с миндалём. Потом, опять же, по акции всего за 14, по-моему, чем-то рублей. Каша овсяная. Хлопья взяла. Так. Потом вот такие вот салфеточки. Каспер. Мне нравится у них запах. Для Анютки взяла. Дальше масло сливочное вот такое купила. Оно было единственное 82,5%. Я слышала, что настоящее натуральное масло не менее 82% жирности, по-моему, должно быть. Потому что сливки не бывают менее жирными. А вот эти вот стандартные 72,5% это якобы трансжиры. Не знаю, правда это или нет. Кто-нибудь что-нибудь слышал об этом. Ещё взяла свеженькое печенье курабье. Конфетки тоже были по акции. Какие-то с кокосом, прохлада. Давно на них, кстати, смотрела. Но всё не решалось брать. Вот тут ситуация. И думаю, давай возьму, попробую. Вот. Жвачку орбит. И всё. Кстати, да. Хотела, ходила со своим пакетом. И чувствую себя, если честно, бабулькой, когда хожу в магазины со своими пакетами. Сейчас я буду готовить, запекать точнее, из слоёного теста. Запекать какие-нибудь, не знаю, булочки. Ну, что-нибудь, короче, сейчас придумаю. У меня вот есть слоёное тесто и есть два вида варенья. Даже там засахаренная земляника и яблочное варенье. В общем, чтобы они не пропадали, не стояли в холодильнике. Я вот уже разморозила тесто, которое было у меня в морозилке. Слоёное, дрожжевое. Вот что у меня получилось. Выглядит, конечно, не очень. Я первый раз запекала. Ну, в общем, выпечку ставила вот в этой духовке. Делала по программе, которая указана. Вот, сейчас покажу. Вот здесь. Вот. Но почему-то сразу начало всё пригорать. Вот этот вот желток, которым я помазала булочки. Видите, он сразу подзолотился. Я, в общем, снизила температуру. Но всё равно он получился чересчур румяный. В общем, буду в следующий раз ещё пробовать. Но пахнет очень-очень вкусно. Сейчас я включу чайник. Будем с мужем пить чай. Налепила я, кстати, как попало. Потому что к нам тут гости неожиданно пришли. Родственники из Москвы. Сестра моего мужа с дочкой. В общем, я нашлёпала, как попало. Но, тем не менее, надеюсь, это будет вкусно. Вот. В общем, всем спасибо за просмотр. И всем пока!